Мария провела блестящий матч со Стосор. Другой вопрос, что Стосор ничего практически не показал. Только в конце она где-то очнулась, но Мария уже такое преимущество имела, что упустить его. Стосор никогда для нее опасной не была соперницей. Маша ее всегда обыгрывала. Да, но Саманта до матча с Машей показывала очень хороший теннис. И этот матч выглядел достаточно опасным и неприятным для Марии. Что касается финала, то там сложно было. Шарапова и там был колоссальный провал в 7 геймов подряд проигранных. Но на характере она, конечно, вытащила и на игре тоже. Безусловно, мне кажется, Шарапова это один из фаворитов US Open. Если то главный. Потому что Сирена сейчас с травмой, мы знаем. И что с ней будет дальше, тоже непонятно. И тем не менее, она выиграла чемпионскую американскую серию. Американскую серию выиграла именно Сирена. Но она выиграла Канаду и выиграла... Она выиграла два турнира подряд и снялась потом из-за большого пальца. Там какая-то травма. И, видимо, решила поберечь себя. Александр Аковлевич, вот мне интересно ваше мнение. Вы считаете, что Мария изменилась как игрок? Или все то же самое? Потому что мое впечатление, что она стала физически сильнее. Может быть, такой мощи у Маши не было никогда. Но вот содержание ее тенниса все-таки оставляет вопросы. Содержание, ты знаешь, поменять, наверное, тактику ведения игры, вообще стиль игры, наверное, очень сложно в этом возрасте. Мы знаем на примере других девушек, что в 17-18 лет, когда еще не совсем взрослый теннис, они показывают, а юношеский, это Курникулу, допустим, вспомним то же самое, когда нет боязни ошибиться. Да, есть только какое-то стремление, да, вот терзнуть, обыграть, ничего, в общем-то, проиграешь, ничего страшного нет. Поэтому в этом возрасте играл Мария, мы помним, великолепно, просто так же, как и Аня. Игра на инстинктах, да. Ну да, а вот что касается, например, вот теперичность восстания Маши. Ну, с одной стороны, мы видим, что, конечно, она прибавила, это содружество с новым тренером, безусловно, пошло на пользу. Но, с другой, ты знаешь, все-таки неровная игра, вот неровная игра с большими спадами. Я, например, смотрел матч ее с Воскобоевой, но это, да, между прочим, это вот... Мне кажется, такой звоночек перед ее созданным. Да, потому что, понимаешь, она очень, мне кажется, все-таки, ну, это вообще-то подвержено не только Маши этим, этому, то, что у нее нервная система, конечно, уже не на том уровне, на каком была. Хотя в то же время она выделяется, ты понимаешь, среди двух лет. Извините, Александр, что я прибиваю, Венос недавно дала интервью и сказала, когда мне было вот в том возрасте, о котором вы говорите, 18 лет, я била по мячу сильно, мне было все равно, грубо говоря. У меня не было никакой тактики, я вообще не помню, что я делала по большому счету, я просто била. Сейчас, говорит, я уже несколько раз подумаю, прежде чем ударить по мячу, все-таки возраст-то другой, и уже, конечно, наверное, ощущение игры и вообще ощущение корта другое же. Да, Настя, ты знаешь, дело в том, что, ну, это мы прекрасно все знаем, что добиться успеха тяжело, а закрепиться, да, подтвердить свое, допустим, там, мастерство, подтвердить, что ты первая или вторая в мире, это гораздо сложнее. Поэтому это действует на нервную систему, на психологическое состояние. Вот как справиться, вот как раз Роман и отметил, что 8 геймов подряд она проиграла, когда вела и казалось уже, в общем-то, с двумя бреками, что никаких проблем не должно было бы быть у Маши, да. А потом вдруг вот наступила непонятно откуда вот эта, понимаешь, серия ошибок просто. Но это нервная система, мне кажется, все-таки. Да, большие деньги могут не простить эти 8 геймов. Да, потому что, конечно, если, опять-таки, мы же сравниваем немножко и с мужским теннисом, там, 5 сетов играют, там можно всегда вернуться в игру, да, после того, как ты проиграл первый сет, даже 2, сколько уже таких моментов было. А в стране, в чемпионат, это вы вспоминаете, бесконечные эти сетовые, да, когда после нас два выбора. Но здесь с девушек, в общем-то, никакого отличия нет, поэтому надо с самого уже начала вступать в борьбу. Многое, конечно, будет зависеть от состояния соперницы, от положения в сетке, наверное, мы это еще обсудим. Ну да, конечно. Игорь. А я хотел бы сказать, что, может быть, вот Аня как раз в данном случае выступит экспертом, да, я как бы такую идти для обсуждения подбросил, потому что, мне кажется, очень важно здесь Машу Шарапову перед этим турниром оценивать, понимая, в каком состоянии, на какой стадии подготовки она находится. С одной стороны, да, вот за эту американскую серию у нее таких два, таких странных было эпизода. Один, это вот, по-моему, 2-6-3-6 от Сирены Вильямс, нет, вот от Сирены Вильямс поражение легкое, очень без борьбы. И с другой стороны, вот этот провал с Янкович, причем она в момент этого провала вдруг резко сваливалась на какую-то абсолютно безидейную игру, просто начинала играть через центр, ничего не создавая сама. В то время, как мы отмечали, что в этом году как раз Маша очень сильно прибавила в творческой составляющей своей игры. Пожалуй, в Риме было видно на грунте, когда она начала какие-то комбинации плести, и вот тогда это было даже неожиданно. И вот если это просто эпизод, который она проходит, готовясь к главному, то в этом нет ничего страшного. Если это просто эпизод, то это просто эпизод.